Добрый день, уважаемые коллеги. Рады вас приветствовать на нашей школе политического врача. Рады вас приветствовать и видеть даже онлайн после длительного перерыва. Сегодняшняя наша школа будет посвящена проблемам глоукомы. Пока традиционно, как всегда, мы запустим контроль присутствия. Итак, ответим пока на вопрос, готовы ли вы участвовать в вебинаре. Хотелось бы сразу отметить, что, как всегда, контроль присутствия у нас проводится два, в начале и в конце мероприятия, а также учитывается время, просмотренное вами данного вебинара. И пока вы отвечаете, хотелось бы еще анонсировать, завтра сейчас у нас состоится общество офтальмологов. по проблемам иопии. Также будем вас ждать на данном мероприятии. Еще минуту подождем, пока все ответят, пока все будут готовы слушать сегодняшний вебинар. Пока хотела бы представить нашего сегодняшнего лектора. Это врач-офтальмолог, офтальмохирург отделения хирургии глоукомы Яковлев Роман Александрович, который сегодня расскажет нам о современных подходах, современных тенденциях к лечению глоукомы и конкретно о микроимпульсной трансклеральной циклов фото-коагуляции. Мы завершаем вопрос и предоставляем слово Роману Александровичу. Добрый вечер, уважаемые коллеги. У нас сегодня запланирован доклад длиной в один час, поэтому стараюсь в течение этого доклада затронуть не только тему микроимпульсной циклов фото-коагуляции, но и отдельные сложные формы глоукомы и подходы к их лечению. Вообще разработка циклодеструктивных процедур, вмешательств, применяемых при рефракторной глоукоме, она началась еще в 30-е годы XX века. Сначала это была крия-коагуляция, бета-облучение и цикл электролиз. Но данные манипуляции приводили к зачастую достаточно серьезным осложнениям, поэтому наука продолжала изучать новые способы воздействия на целярное тело. Для того, чтобы понимать, зачем нужна цикл фото-коагуляции, стоит вернуться и рассмотреть физиологию выработки внутриглазной жидкости. Внутриглазная жидкость, как вы знаете, у нас секретируется беспигментным эпителем целярного тела. На данном слайде мы видим гистологический срез. Беспигментные эпители обозначены буквой B и пигментные буквой A. В принципе, тут и так все понятно. Пигментные эпители содержат большое количество митохондрий, поэтому он участвует в образовании компонентов внутриглазной жидкости. А беспигментные эпители содержат огромное количество различных ионных каналов, за счет которых как раз и происходит секреция внутриглазной жидкости в полость глазу. В последующем, по мере того, как начали достаточно часто в офтальмологии применяться лазеры, естественно, эта сфера начала использоваться при циклодеструктивных вмешательствах. Так, в 1989 году Бронката начал применять Як-лазер для цикла фотокоагуляции. Но данная процедура, она, конечно, имела меньше побочных эффектов, чем та же крилокоагуляция, но по-прежнему была достаточно травматичной. Настоящий прорыв произошел в 1992 году, когда был применен диодный лазер. Данная процедура зарекомендовала себя стабильно-гипотензивная, имела меньшее количество осложнений, применяется до сих пор и достаточно активно. Но по-прежнему за счет неселективного воздействия и выраженного повреждения тканей целиарного тела, окружающих тканей, она имеет, конечно, ряд ограничений. В 1992 году также УРАМ ввел методику эндоскопической цикла фотокоагуляции. Механизм действия данной процедуры, в принципе, такой же. Единственное отличие, что цикл фотокоагуляции выполняется под визуальным контролем. Но настоящий прорыв произошел в 2010 году, когда была опубликована первая работа о применении цикла фотокоагуляции в микроимпульсном режиме. Если говорить про классическую цикло фотокоагуляцию, по литературным данным ее гипотензивная эффективность составляет от 90 до 94%. Но нюанс в том, что при своей эффективности данная процедура приводит к развитию достаточно тяжелых осложнений. Это тяжелый, некупируемый увеид. Это развитие гефемы, развитие длительной гипотонии и перехода, как следствие, глазного яблока в суботрофию. Это происходит за счет того, что выраженное и длительное действие диодного лазера приводит к некрозу целярного тела, приводит к некрозу соседних структур, что также может сказываться и на роговице, и развитие памукини роговицы. Поэтому УРАМ и предложил проводить данную процедуру под эндоскопическим контролем. Здесь вы можете видеть, как это происходит. То есть с помощью эндоскопа транс-энтерокулярно происходит цикло фотокоагуляция. То есть мы видим, как целярный троский белеет под воздействием лазера. Данная процедура более безопасна, она обладает хорошим гипотензивным эффектом, но ее недостаток в том, что она достаточно инвазивная, требует высокотехнологического оборудования и мастерства хирурга. Как я уже говорил, в 2010 году произошел настоящий прорыв, когда начали применять микроимпульсную цикло фотокоагуляцию. Отличие данной процедуры от классической цикла фотокоагуляции заключается в том, что лазер работает в так называемом режиме on-off. То есть часть времени он работает, идет импульс, затем он отключается. В это время внутриглазные структуры остывают, не успевают перегреться и снова продолжают работать. Здесь мы можем на видео посмотреть, как это происходит более визуально. Вот идет воздействие лазера. То есть мы видим здесь график температуры. Температура не превышает уровень, при котором уже возникает некроз внутриглазных структур. Ну и для такого наглядного сравнения можем посмотреть гистологические срезы цилиарного тела у пациентов, кому была выполнена цикло фотокоагуляция в непрерывном режиме. Сверху мы видим интактное цилиарное тело. То есть оно так выглядит на гистологии в норме. И снизу видим уже срезы после цикла фотокоагуляции. То есть здесь видно, что достаточно выраженные рубцовые изменения появились. И для сравнения можно также посмотреть на гистологические срезы после микроимпульсной цикла фотокоагуляции. Тут в целом не отмечается никаких морфологических изменений. Можно даже здесь по срезу заметить расширение межмышечного пространства цилиарного тела. Но при этом отсутствует некроз. Также здесь для наглядности мы можем посмотреть оптическую геориенту томографии переднего отрезка. Данному пациенту после проведения микроимпульсной цикла фотокоагуляции был выполнен снимок. И здесь в стрелке отмечено, что после процедуры появляется супрахоридальное пространство. Я подвожу к тому, что микроимпульсная цикла фотокоагуляции не приводит к некрозу и как следствие не приводит к уменьшению выработки внутриглазной жидкости. Ее главное преимущество в том, что она осуществляет своеобразную циклопластику, меняя архитектонику цилиарного тела. За счет этого увеличивается супрахоридальное пространство и увеличивается ловиосклеральный отток. Здесь мы можем посмотреть для наглядности, как вообще происходит отток внутриглазной жидкости. То есть он происходит за счет двух путей. Это классический тропикулярный путь и ловиосклеральный. При первично-открытоугольной гаукоме нарушаются оба этих пути. То есть мы видим, что идет резкое снижение оттока и за счет этого идет повышение внутриглазного давления. Здесь мы видим, как при назначении она просто увеличивается сразу два пути оттока. То есть восстанавливается улевиосклеральный отток, увеличивается тропикулярный. Если же мы назначаем тимолол, который, напомню, только уменьшает продукцию внутриглазной жидкости, отток по-прежнему нарушен. Поэтому, поскольку данная процедура достаточно безопасна, достаточно эффективна, спектр показаний ее широкий. То есть это в первую очередь, конечно, рефрактерная гаукома, в том числе на глазах с хорошим зрительным потенциалом. То есть мы здесь не боимся тяжелых осложнений и можем смело пациентам рекомендовать при неэффективности хирургической и медикаментозной терапии проведение лазерного лечения. Ну, различные по типу гаукомы, здесь такой, конечно, пункт, на самом деле данную процедуру можно применять практически всегда. То есть таких прям грубых противопоказаний к этой процедуре нет. Единственное, что при увитии в активной стадии мы бы не рекомендовали делать данную процедуру, но в целом существуют даже данные, когда пациентам при подозрении на гаукому выполняют данную процедуру. Ну и, естественно, если пациент соматически тяжелый, и мы понимаем, что перенести для него полноценную хирургию гаукомы будет тяжело, мы тоже можем провести данную процедуру. Ну и теперь я хотел бы остановиться более подробно на тех видах гаукомы, которые, как правило, вызывают наибольшие трудности в лечении. И начнем мы с неоваскулярной гаукомы. Неоваскулярная гаукома – это достаточно тяжелая форма вторичной гаукомы. Она характеризуется тем, что происходит разрастание фиброваскулярной ткани в углу передней камеры, то есть именно там, где происходит отток внутриглазной жидкости. Сначала данную гаукому называли геморрагическая, застойная, тромботическая гаукома, потому что впервые вообще это увидели, увидел КОЦ у пациента с тромбозом центральной веносетчатки. И уже потом, в 1963 году, Вайс предложил термин неоваскулярной гаукомы, который и по сей день остается актуальным. Так что же такое неоваскуляризация? Это разрастание сосудов в ткани, которые обычно неоваскуляризированы. То есть тромбекула, она неоваскуляризирована, и там не должно быть сосудов. Стенки этих сосудов попадают повышенной проницаемостью из-за отсутствия плотных межклеточных соединений, из-за чего они подвержены ликиджу и различной степени клеточного воспаления. Разбирая патогенез на восклиризации, стоит обратить внимание, что основной механизм – это все-таки недостаточное снабжение клеток сетчатки кислородом. Это приводит к тому, что идет активный синтез ангиогенных факторов, таких как ВИДЖФ и интерлекин-6. Обычно уровень ВИДЖФ находится в таком равновесии с антиангиогенным фактором ПИДФ. Но когда это равновесие нарушается и смещается в пользу ВИДЖФ, это способствует активации, прориферации и миграции эндотелиальных клеток, что как раз и приводит к нейросклюризации переднего сегмента. Нормальные сосуды, радужные полочки, мы их, кстати, можем видеть при ганископии, они содержат не финистрированные эндотелиальные клетки с плотными межклеточными соединениями. Поэтому данные сосуды, они нас не пугают, и там никаких проблем с ними не будет. То есть там нету ликиджа и выхода клеток крови. Онообразованные сосуды, они тонкие, там нет мышечного слоя, там достаточно мало адвентиции. И при электронной микроскопии мы можем наблюдать разрывы эндотелиальных клеток, финистрации и изменения базальной мембраны. Какие все-таки заболевания в основном приводят к развитию невоскулярной галукомы? Первое место, конечно, это сахарный диабет. Это тромбоз центральной вены сетчатки и глазной ишемический синдром. И рубиоз, то есть невоскуляризация радужки, он тоже имеет свои стадии. Все начинается с прерубиоза, то есть когда мы визуально еще при биомикроскопии не видим новообразованных сосудов, но тем не менее идет активная выработка VGF, идет миграция эндотелиальных клеток. При рубиозе мы уже можем отмечать небольшие тонкие сосуды возле зрачка. То есть, как правило, они начинают там расти, они достаточно, бывает, труднозаметны. Затем эти сосуды начинают дальше распространяться по радужке и уже начинают появляться в области угла передней камеры. Для начала мы можем при гониоскопии просто визуализировать открытый угол передней камеры. Там может быть наличие гемы в шлемовом канале и сами новообразованные сосуды. Стоит отметить, что, как я уже говорил, что сосуды радужки нормальные тоже могут быть видны при гониоскопии. Но тут важное отличие, что новообразованные сосуды, они пересекают склеральную шпору, в то время как нормальные сосуды никогда ее не должны пересекать. То есть, на этом стоит обратить внимание при гониоскопии, чтобы не перепутать нормальные сосуды и не ставить пациенту рубиоз и не начать ему лечение. Но в следующей стадии, когда продолжается рубиоз, активный рост новых сосудов, они начинают образовывать фибровоскулярную мембрану, которая имеет такое свойство, как сокращаться. То есть, прикрепляясь с одной стороны к радужке, с другой стороны к трабекуле, она сокращается. Это приведет к тому, что происходит синихиальная блокада угла передней камеры, полностью нарушается отток внутриглазной жидкости, и это приводит к тому, что уже начинается повышаться внутриглазное давление. Ну, здесь мы можем при гониоскопии посмотреть, вот как выглядит стадия рубиоза на стадии открытоугольной галукомы. То есть, здесь видны вот эти тонкие новообразованные сосуды, видно склеральную шпору, это такая белая полоса посередине, которую они пересекают. То есть, мы вот тут уже видим, понимаем, что это, да, новосклеризация. Ну, и здесь уже процесс пошел дальше, то есть, эта фибровоскулярная мембрана начала сокращаться, частичный угол еще открыт, но со временем, если как бы никакого лечения не проводить, ничего не делать, это дальше будет распространяться, и угол передней камеры будет закрываться во всех сегментах. Поэтому лечение такой галукомы на самом деле является достаточно серьезным вызовом, как и для врача, так и для пациента. То есть, зачастую это бывают достаточно молодые пациенты, если говорим про сахарный диабет, и лечение часто бывает неэффективным. Пациенты находятся из-за этого достаточно депрессивно в состоянии, того, что не чувствуют никакого улучшения. Поэтому врач должен не только грамотно назначить лечение, но и объяснять пациенту, что это не задача врача лечить пациента, это их совместная работа, что работа в команде, только так мы можем достичь какого-то результата. Если говорить про основные принципы лечения, то что самое главное? Как я уже говорил, в патогенезе лежит дефицит кислорода в клетках сетчатки, что стимулирует выработку ангиогенных факторов. Поэтому наша задача для начала убрать данный триггер. Это достигается тем, что проводится панритинальная лазеркоагуляция сетчатки, то есть выключаются те зоны, которые снабжают нас этими антиагенфакторами VGF. И кроме того, что мы выполняем ЛКС, мы должны пациентам по показаниям проводить анти-VGF терапию вовремя. Естественно, мы должны лечить основное заболевание. То есть если мы не достигаем контроля нормального уровня гликированного гемоглобина, то и сможем мы достичь контроля нормальным тригглобным давлением. Очень важно начать вовремя лечить данную глиукому, то есть не пропустить момент. Как мы знаем, что зрение, потерянное при глиукоме, теряется навсегда. Ну и объяснить пациенту, что он должен постоянно контролировать внутриглобное давление. То есть выполненная операция не гарантирует того, что у него будет оно всегда нормальным. То есть это уже зона ответственности пациента. Ну и возвращаясь к ЛКС, хотелось бы напомнить, что если есть пациенты с неоскуляризацией, с рубиозом, то таких пациентов обязательно нужно направлять на ЛКС, может быть, даже еще до того момента, как там началась неоскулярная глиукома. Ну, если уж возвращаться к хирургии глиукомы, то в чем тут сложность? В том, что активная неоскуляризация, она усложняет хирургию. По литературным данным, при классической хирургии СТ, то есть это золотой стандарт глиукомы на сегодняшний день, частота осложнений достигает до 70%. То есть это гигантские цифры. И поэтому данную процедуру мы, конечно, выполняем, но с большой осторожностью. Поэтому доктора, которые занимаются неоскулярной глиукомой, естественно, взяли на вооружение микроимпульсный цикл фотокоагуляцию и начали активно применять ее. Причем не только в качестве монотерапии, но и с анти-ВИГФ терапией, с лазерной коагуляцией сетчатки. И достаточно неплохие результаты были опубликованы. Преимуществом, кстати, данной методики является то, что при повторном повышении внутриглазового давления мы можем провести повторную процедуру. Еще один интересный момент, что опубликована работа, при которой исследователи отмечают, что у пациентов, кому они выполняли микроимпульсный цикл фотокоагуляцию, единственная терапия, они стали отмечать уменьшение неоскуляризации радужки. Но они объясняют это тем, что микроимпульсный лазер воздействует на пигментные петели и приводит к активации метаболических процессов, что сопровождается резорбцией жидкости, восстанавливается гематеретинальный барьер, происходит активация синтеза внутриклеточных биологических факторов. И все это приводит к тому, что уменьшается неоскуляризация. Но на самом деле каких-то глобальных исследований на эту тему нет, то есть это только мнение авторов, но я думаю, что все это еще впереди. Так, теперь мы переходим к другой галукоме, это посткератопластическая галукома. Тоже достаточно часто мы здесь встречаем ее, потому что наш центр занимается с пересадками роговицы и в достаточно большом объеме их выполняет. И что хотелось бы сказать, что две основные причины несостоятельности трансплантата после кертопластики это отторжение трансплантата и на втором месте это вторичная галукома. Ее распространенность, она достаточно высока. То есть мы видим, по литературным данным, до 68% доходит. И стоит отметить, что если пациент идет на пересадку с галукомой в анамнезе, то мы можем уже ожидать у него большую вероятность отторжения. То есть по литературным данным в 2-3 раза чаще у таких пациентов идет отторжение трансплантата. Ну, кроме галукомы, тут есть и другие, конечно, факторы риска. То есть это бульозная кертопатия при артифакии или афакии. Это пересадка, которая выполняется при перфорации роговицы и повторная пересадка. Все эти виды, скажем так, заболеваний, они приводят к тому, что в центре развивается вторичная галукома или идет выселение галукомы, которое уже имелось, что приводит к отторжению трансплантата. Если говорить про причины, почему вообще при пересадках роговицы развивается галукома, ну, тут надо разделять, во-первых, виды пересадки и сроков возникновения. Если мы будем говорить про сквозную кертопластику, то есть на раннем этапе здесь идет галукома в основном за счет того, что идет перекачка глаза вискоэластиком. То есть, чтобы восстановить камеру глаза, нужно ее заполнить чем-то. Это, как правило, в тремлологии вискоэластики. То есть, когда мы ее достаточно плотно заполняем, вискоэластик, он имеет несколько другие свойства и хуже, скажем так, уходит из внутриглазной полости. И поэтому идет повышение внутриглазного давления. На втором месте это неправильные размеры трансплантата и неправильное наложение швов. Ну, чтобы объяснить это, тут можно посмотреть на слайд. Здесь мы видим, что при маленьких размерах трансплантата идет слишком сильное натяжение, да, ложа, и за счет этого меняется архитектоника угла передней камеры. То есть, если у нас до операции был широкий открытый угол, то при перенатяжении идет его сужение, то есть, может даже угол закрыться и, соответственно, опять же, будем получать повышенное внутриглазное давление. Ну и, естественно, третья причина – это послеоперационное воспаление. То есть, воспаление у нас всегда, не всегда, но, как правило, сопровождается тем, что идет обтурация тробикулярной сети воспалительными клетками и повышение внутриглазного давления. На поздних стадиях на первом месте идет индуцированная гаукома, то есть, индуцированная за счет применения длительного глюкокортикостероидов. Глюкокортикостероиды, они в обязательном порядке назначаются после пересадки роговицы, без них роговица попросту не приживется. Но длительное назначение приводит к тому, что глюкокортикостероиды, они стимулируют выработку межклеточного матрикса в тробекуле. Этот матрикс, он также нам улучшает отток внутриглазной жидкости, что приводит к повышению внутриглазного давления. Ну и хроническое воспаление, то есть, часто за счет того, что операция достаточно объемная, она приводит к тому, что пациент получает длительный хронический вид, который в последующем может привести к развитию синехиальной блокады угла передней камеры, также тяжелой формы вторичной гаукомы. Так, теперь поговорим про задние кератопластики, задние послойные. Там, конечно, частота развития гаукомы намного меньше. Но там есть свои особенности. В частности, ранний подъем треглазного давления. Ну, как мы знаем, для задней послойной кератопластики применяется тампонада передней камеры воздухом, для того, чтобы трансплантат прижать к роговице, чтобы он у нас там плотно держался, никуда не отвалился. И если заполнить переднюю камеру воздухом полностью, то это приведет к тому, что ток жидкости задней камеры нарушится, то есть некуда будет оттекать. Для этого вообще выполняют лазерную редактомию, периферическую. Но даже если ее выполнили, и все равно камеру заполнили на 100%, она уже не поможет. И у пациента развивается блок и идет очень высокое внутриглазное давление. То есть на это стоит обращать внимание. Ну и при поздней стадии здесь также идет, конечно, длительное применение кортикостероидов и хроническое воспаление. Кроме того, что тяжело лечить данную глукому, ее еще на самом деле сложно диагностировать. Почему? Во-первых, до операции. То есть мы имеем проблемную роговицу, а как мы знаем, мы давление внутриглазное измеряем через роговицу. И, естественно, это нам усложняет задачу. Также после пересадки у пациентов, как правило, выражены изменения. Толщина роговицы идет, развивается регулярный астигматизм. Это тоже мешает адекватной оценке внутриглазного тонуса. Ну и послеоперационного периода на самом деле тоже сложно сказать. То есть нет до сих пор единого консенсуса, когда мы можем говорить о вторичной глаукоме, а когда мы расцениваем подъем внутриглазного давления как офтальмогипертензию, связанную с применением кортикостероидов. Ну и если говорить про лечение, оно начинается еще, конечно, до самой пересадки. То есть если у пациента есть глаукома, то на момент пересадки у него обязательно должно быть компенсировано внутриглазное давление. Достигается это путем либо назначением капель, либо хирургически. В целом мы сами проводили небольшой анализ случаев пересадки и в сочетании с глаукомой. То есть пациенты, кому выполняется пересадка с компенсированным давлением хирургически, то есть у них давление уже держится без капель, у данных пациентов частота отторжения трансплантата меньше и вероятность повторной антиглаукомной операции после пересадки меньше. Ну, интрооперационно, как я уже сказал, про трансплантат. То есть трансплантат должен быть чуть больше ложа, должны быть короткие швы, которые не натягивают, не перетягивают донорский материал. И стараться нужно максимально удалить виско-эластик. То есть если мы камеру восполняем, и потом нежелательно оставлять его в большом объеме. Ну и воздух должен быть до 80% камеры, то есть не до 100%. Ну и после операции, если мы уже имеем дело с повышенным триглазовым давлением, мы тоже можем медикаментозно лечить, лазером и хирургически. Вот при пересадках, как правило, в большинстве случаев выполняется тробекуэктомия. То есть, как я уже говорил, это на сегодняшний день золотой стандарт, хоть и операция придумана еще в середине 20 века, но тем не менее. если даже сравнивать с клапаном Ахмед, который также мы применяем, то выживаемость трансплантата намного выше. Она составляет в течение года 75-85%. Это достаточно много. Ну, сама тробекуэктомия, тробекуэктомия, конечно, она более эффективна, если выполняется задняя послойная кератопластика. Но проблема в чем? В том, что вот эта зона возле лимба, да, она, как правило, достаточно сильно поражена. То есть, там идут активные фибропластические процессы, и поэтому наша зона операции, которую мы делаем, она может быстро зарасти, и это вынуждает нас потом выполнять повторное вмешательство. Как альтернатива, конечно, это использование дренажных устройств. То есть, наиболее часто применяется клапан Ахмеда. То есть, его эффективность, она достаточно высокая. примерно 50-90% в течение даже нескольких лет после операции. Но через один год уже выживаемость составляет около 50% и через два всего 25%. То есть, достаточно идет быстрая потеря трансплантата. Это происходит за счет того, что вот эта трубка, которая вставляется в переднюю камеру, она все равно осуществляет механическое воздействие на роговицу. Там идут активные потоки внутриглазной жидкости. Она, если ее не подрезать до конца, может касаться эндотелия, его повреждать. Плюс ко всему, вот это такое соусти, да, приводит к тому, что воспалительные клетки из конъюнктивальной полости, они могут мигрировать и в переднюю камеру, то есть, вызывают уже хроническое воспаление. Вот, поэтому и тропикоуктомия, имплантация клапана Ахмеда имеет свои преимущества и недостатки. Кроме этого, выполняется также цикл фотокоагуляции в непрерывном режиме. То есть, тоже мы видим достаточно высокую эффективность в течение года, 70%. Но у данных пациентов отмечалось снижение плотности эндотелиальных клеток на 10% сразу после процедуры. То есть, это тоже не очень хорошо, особенно, если мы говорим про задние послойные пересадки. Вот, как альтернатива мы начали применять цикл фотокоагуляции в микроимпульсном режиме. Цифры по компенсации внутриглазного давления схожи с непрерывной цикл фотокоагуляции, то есть, около 70%. Уменьшается количество использования гипотензивных капель после операции. И также стоит отметить, что данная процедура не снижает количество эндотелиальных клеток, что очень важно. Следующая глаукома, про которую хотелось бы поговорить, это посттравматическая глаукома, а именно в сочетании с анеридией. При травмах, при проникающих ранениях, встречается анеридия в 68% случаев. Если идет непроникающее ранение, то есть, контузия, это около 50%. И одним из осложнений травмы глаза, который может привести к необратимой потере зрения, вторичная глаукома. развивается она в 9-60% случаев по разным мультинаторным данным. Но если разбирать патогенез, именно вторичная глаукома, тут идет такое формирование передних и задних синейхий, идет рецессия травматическая угла передней камеры, обтурация тарпикулярной сетей клетками призраками. Клетки-призраки это эритроциты, которые уже потеряли свой гемоглобин. Они достаточно большие по размерам и тоже приводят к тому, что закупоривается путь оттока. Кроме того, за счет того, что часто травма сочетается с энеридией, идет потеря насосной функции радужки. То есть, она на самом деле очень большую роль играет в оттоке внутриглазной жидкости. Теряя ее, трабикулярный путь, он как бы очень сильно снижается и практически идет полное спадение и склеротическое изменение шлемового канала. В нашей клинике также достаточно большой опыт по ведению таких пациентов. То есть, даже врачи нашей клиники создали проект клинических рекомендаций, они пока еще, насколько мне известно, не одобрены Минздравом, но в целом, если брать конкретно раздел по вторичной галукоме, какая тут основная суть? То есть, если есть пациент с посттравматической энеридией, с вторичной галукомой, во-первых, мы должны обязательно достичь у него компенсацию внутриглазного давления без гипотензивных капель. Это, как правило, достигается хирургически. Ну, или лазерно. При достижении нормальных показателей внутриглазного давления с имплантацией эридохрустоликовой диафрагмы, которая замещает как раз радужку, она происходит через 8-12 месяцев. Так вот, по данным наших исследований, по ретроспективному анализу данных пациентов, мы пришли к выводу, что в таких случаях наибольшей эффективностью обладают такие операции с имплантацией клапана Ахмед и микроимпульсная цикла фотокоагуляция. Почему? Ну, потому что здесь тоже, как и при пересадке, идет активный воспалительный процесс в лимбальной зоне, то есть, мы, оперируя классическую кунифтьювальную хирургию гулкома, зачастую получаем раннее рубцевание, неэффективность и необходимость повторной процедуры. поэтому здесь клапан, который находится далеко от лимба, достаточно хорошие результаты продемонстрировал, ну, и лазер за счет того, что здесь мы можем не обращать внимания на процессор пациентства. Также микроимпульсная циклофотокоагуляция может быть применена при педиатрической гулкоме. то есть тоже мы здесь можем посмотреть литературные данные эффективно достигаются примерно в 70% случаев и это сопоставимо с классической трансклеральной циклофотокоагуляцией, но при классической трансклеральной циклофотокоагуляции имеется все равно большое количество осложнений. Вот, и мы, как я уже ранее говорил, при микроимпульсном режиме можем применять ее повторно. То есть, если мы видим, что после первой процедуры не достигается целевой уровень триглазного давления, мы спокойно можем второй раз и даже третий раз выполнять и таким образом достичь нормального тальмотонуса. Здесь я хотел бы вам продемонстрировать уже наглядно, как эта процедура проводится. То есть, для начала выставляются параметры. Параметры это тоже дискутабельный вопрос. Разные авторы рекомендуют разные параметры, но тем не менее есть определенный консенсус, который производитель предоставляет с аппаратом. То есть, в основном применяем мы 80-90 секунд, это время воздействия на полусферу, с скважинностью 31%. То есть, это значит, что 31% времени работы лазера идет в непосредственное излучение, и в 70% лазера как бы отдыхает. Ну, давайте здесь посмотрим, как у нас происходит. Здесь вот доктор вставляет параметры. Мощность здесь 2000 милливатт. Это наконечник, то есть проводник, по которому подается лазерная энергия. Сама процедура выполняется в двух квадрантах сверху и снизу, избегая при этом меридианов в 3-9 часов, потому что в данных меридианах проходит сосудистый нервный пучок, который мы не должны повредить. Иначе тоже можем получить осложнение. Ну, после процедуры сразу проводится инъекция дексаметазона под конъективу. Мы назначаем также дексаметазон домой. Его применяют от 2 до 4 раз в день в течение 2 недель. Назначается инстилляция нестероидных противовоспалительных препаратов. Они применяются 1-2 раза в день в течение 2 недель. И пациенту сохраняется гипотензивная терапия в том же объеме, который он получал, так как внутриглазное давление начинает снижаться только со 2 недели. Но мы в принципе получаем на следующий день более низкие показатели внутриглазного давления. Но именно максимальный эффект идет ко 2 неделе. И поэтому за счет того, что мы не сразу получаем ожидаемые цифры внутриглазного давления, отмена гипотензивной терапии должна идти постепенно под наблюдением врача. Ну и если говорить про саму терапию, у нас компания Робфарма предоставляет достаточно широкий пакет антиглакомных препаратов. Данная компания в принципе специализируется на офтальмопрепаратах. Если будем разбирать по группам, то есть чаще всего мы назначаем таким пациентам ингибиторы карбонгидраза, это препарат, Дарзопт и Бринзопт. Также при достаточно высоких уровнях тридевазного давления мы уже переходим к комбинированным препаратам. Это Дарзоп-плюс, Бринзоп-плюс, Дуапрост, Бимоптик-плюс, Травопресс-Дуа и Дарзопрост. Ну о преимуществах препаратов мы сейчас как раз в каждом конкретном случае поговорим. Для начала разберем Бринзопт. Данный препарат достаточно обладает выраженным эффектом при монотерапии. То есть мы видим 20% это очень хороший результат. Он применяется два раза в день. Это тоже достаточно удобно. И что касается конкретно этого препарата, стоит сказать, что он очень хорошо переносится пациентами за счет того, что он содержит карбомер и имеет нейтральную ПАЖ. То есть пациент достаточно легко его закапывает, не должен испытывать при этом выраженного дискомфорта, что конечно будет повышать комплайнс и эффективность лечения. Также есть фиксированная комбинация Бринзоп+. Здесь уже Бринзоламид используется с темололом. Данный препарат также достаточно хорошо переносится пациентами. Он конечно уже обладает более выраженным гипотензимным эффектом по сравнению с монотерапией и может означаться уже в тех случаях, когда мы понимаем, что на монотерапии все-таки мы не достигнем целевых показателей интриглазного давления. Что касается этого препарата, то есть идет уже снижение интриглазного давления до 34% от исходного значения. Также хороший показатель PH, который схож с слезной жидкостью, что повышает комплайнс пациента, он может сочетаться с аналогами простагландинов, то есть для того, чтобы достичь еще более низкого давления. Препарат в принципе производится европейской компанией и цена у него достаточно приемлемая, если сравнивать с аналогами, поэтому тоже мы достаточно часто назначаем. Что касается преимущества применения именно фиксированных комбинаций, то есть почему мы не применяем допустим отдельно брензоламид, отдельно тимолол, то есть комплайнс намного выше здесь приведены данные исследования и соответственно добиться хорошего комплайнса это тоже достаточно сложно так же, как и оперировать галукруму. Также имеется комбинация Дарзоп плюс, здесь уже Дарзоламид с тимололом используется, ну тоже достаточно хороший препарат, мы его активно назначаем, хорошие показатели по снижению внутриглазного давления, широкий спектр показаний, то есть мы активно применяем и препарат очень хорошо себя показал в практике. Ну здесь мы можем увидеть, то есть насколько фиксированная комбинация Дарзоп плюс обеспечивает стабильные показатели внутриглазного давления в течение в течение суток до лечения мы видим, что выраженное снижение внутриглазного давления и оно примерно поддерживается в течение суток на одном уровне, что также важно, то есть перепады внутриглазного давления при галукоме это тоже не очень хорошо, может быть даже хуже, чем всегда повышенное внутриглазное давление, поэтому фиксированной комбинацией назначать очень рекомендуем. Также есть препараты относящиеся к группе простамидов, то есть как я в начале презентации показывал, данные препараты они не сколько снижают продукцию внутриглазной жидкости, они улучшают уисклеральный отток и поэтому эти препараты очень хорошо снижают внутриглазное давление, они удобно применяются, то есть мы их используем один раз в день, это тоже будет повышать комплаенс, данный препарат он не содержит консервантов, он имеет нейтральный PH и что стоит отметить, что вот именно препарат бимоптик мы можем назначать в тех случаях, когда мы на простагландинах, на том же латанопросте не достигаем компенсированного внутриглазного давления и то есть как альтернатива простамиды они имеют более выраженный гипотензивный эффект, поэтому можем их назначать. Ну вот здесь тоже мы видим уже показатель внутриглазного давления у пациентов при длительном наблюдении, то есть идет снижение уже в течение трех месяцев до 36% и результат достаточно стабильный. Но одним из главных наверное главных новинок в данной компании это препарат дарзапрост. Его преимущество в том, что на сегодняшний день это единственная комбинация ингибиторов карбангидраза с простагландинами. Достаточно долго не могли получить химическую форму, чтобы объединить эти два препарата в одной капле. Но если здесь говорить про конкретно сам препарат хорошая гипотензивная эффективность, то есть если сравнивать с монотерапией вот она просто идет на 17% дополнительное снижение трехглазного давления. Это очень много на самом деле. Он применяется один раз в сутки. Это тоже как я уже говорил очень удобно и нравится пациентам. Данный препарат также имеет такую современную флакон. Он имеет достаточно сложную конструкцию, которая не допускает обратного захвата воздуха. При закапывании сам флакончик имеет синий окрас, синий наконечник. Это особенно важно для пациентов с низкой остротой зрения, чтобы они видели, куда они капают, могли прицелиться, так сказать. И сам флакон достаточно мягкий, не имеет каких-то острых граней, что тоже важно, потому что часто бывает, что пациенты повреждают себе глаза во время закапывания. Поэтому в этом препарате обратили внимание на все недостатки и подали такой замечательный препарат. Отдельно стоит сказать, что преимущество данного препарата идет в том, что нет там в составе тимолола. А тимолол это бета-блокатор, как мы знаем, и достаточно большое количество есть общих состояний пациента, когда мы бета-блокаторы не можем. Как правило, наши пациенты пожилые, и естественно, у них уже куча общих заболеваний, и всегда мы подходим с осторожностью к лечению бета-блокаторами. Во-первых, при бронхоспазме мы не можем назначать, при снижении сердечного выброса и ЧСС, при нарушении ритма, то есть нарушении проведения ритма, в частности АВ-блокады. Это может приводить к тому, что у пациентов может отмечаться выраженное снижение общего артериального давления, и данный препарат тимолол может вызывать стимуляцию сокращения гладкой мускулатуры внутренних органов, опять же, возвращаясь к бронхоспазму. Но тимолол он не только влияет на общее состояние пациента, он также влияет и на сам глаз. Во-первых, он приводит к тому, что нарушается состояние липидного слоя слезной пленки, что приводит к достаточно выраженному развитию синдрома сухого глаза. Кстати, также хотел сказать, что при лечении пациентов с галукомой, особенно если мы понимаем, что вполне возможно, мы придем к хирургии, очень важно компенсировать синдром сухого глаза, то есть назначить увлажняющие капли данным пациентам и применять бесконсервантную терапию. И опять же, возвращаясь к препарату ДРЗАПРОСТ, данный препарат не имеет консервантов, что тоже очень большой плюс. Опять же, касательно ДРЗАПРОСТа, тут уже резюмируя его преимущества, то есть это фиксированная комбинация без бета-блокаторов, он снижает риск сердечно-сосудистых и бронхолегочных осложнений, он не так сильно влияет на глазную поверхность за счет того, что там отсутствуют консерванты, и за счет того, что препарат сразу содержит два компонента в одном, повышается комплоентность, и поэтому, применяя данный препарат без консервантов, мы можем уже рассчитывать на более лучшие результаты при хирургии глукомы, то есть это тоже достаточно часто обсуждается на различных семинарах и конференциях консерванты и влияние их на успех хирургического вмешательства, то есть по большому счету можно сказать, что каждая капля консерванта, но основной консервант это у нас бензалконий хворид, который применяется в каплях, он на долю процента уменьшает успех нашего последующего хирургического лечения, так что обязательно обращаем внимание, но на бесконсервантное лечение. Но что хотелось бы еще добавить, как многие знаем, что простагландины не рекомендуют использовать перед операцией или после операции, потому что есть работы, которые свидетельствуют о том, что они увеличивают воспалительную активность, но на самом деле в последнее время немножко позиция по этому поводу поменялась, то есть в данной работе в частности применяли простагландины у детей с глукомой и там не было каких-то статистически значимых повышений показателей увиита, увиальной реакции, и поэтому в принципе при неосложненных случаях хирургии, в том числе катаракты, лазерной хирургии, мы можем назначать данный препарат, естественно, под наблюдением, но как я уже говорил, эти препараты, поскольку применяются один раз в день, они повышают комплайнс, и для нас, наверное, это один из самых важных факторов. Возвращаясь к микроимпульсной цикле фотокогуляции, стоит обратить внимание на то, какие факторы влияют на результат. Во-первых, чем ниже исходное натриглазное давление, тем ниже оно еще после операции снизится, как бы это казуистически не звучало. То есть, если мы изначально имеем очень высокие цифры натриглазного давления, мы не ожидаем, что мы сразу получим компенсированное давление, сразу до 50-70% снижения. Но что же влияет, кроме изначального давления, влияет мощность, на которой мы работаем. То есть, даже проводили исследования, и если мы используем мощность 2000 милливатт, то снижение идет на 30%. Если мы используем 2500 милливатт, уже идет на 57%. Ну, казалось бы, да, что мы можем тогда ставить выкручивать ручку на максимум и коагулировать все, но на самом деле не все так просто. Также было проведено исследование по поиску оптимальных параметров, баланс между эффективностью и риском развития осложнений. но и все-таки остановились на том, что такой безопасный уровень находится примерно на уровне 112 джоулей тире 150 джоулей. Ну, то есть, это применение при мощности 2000 либо 90 секунд, либо 240 секунд. Кроме того, на результат также влияет изначальное состояние сосудистой оболочки глаза. То есть, румынскими учеными был проведен анализ, в котором они оценивали состояние сосудистой оболочки у пациентов после микроимпульсной цикла фотокоагуляции. И у тех пациентов, у кого был хороший гипотензивный эффект, у них также отмечалось выраженное увеличение толщины хорииды. Ну, и, соответственно, наоборот, у кого они не достигали хорошего гипотензивного эффекта, хорииды вообще не менялось в размерах или даже уменьшалось. Что также может наводить врача на мысль о том, у кого будет эта процедура эффективна. То есть, как правило, у пациентов с короткой передней и задней осью, то есть, чем меньше глаз, данный пациент имеет более толстую хорииду, и, соответственно, она больше реагирует на какие-либо воздействия. Вот, и поэтому мы тоже пациентов таких можем ориентировать на данную процедуру. Но, какие осложнения могут быть? Конечно, осложнений намного меньше, если сравнивать с классической циклофотокоагуляцией. То есть, соотношение примерно там 60-12 процентов. Тяжелые осложнения, такие как суботрофия, длительная гипотония, в принципе, вообще не отмечаются после микроимпульсной. Но и в группе классической циклофотокоагуляции и в группе микроимпульсной имелись, конечно, случаи с длительным воспалительным процессом передней камеры. Но мы сами тоже в своей практике этим наблюдаем, но, к счастью, это все достаточно легко поддается лечению. Просто нужно за пациентами наблюдать и не отпускать их на долгий срок домой. Но, наверное, послушав мой доклад, можно подумать, что данная процедура, она идеальна и не имеет никаких недостатков. Но, конечно, это не так. Основной недостаток в чем? В том, что, как я уже сказал, данная процедура влияет именно на увиосклеральный отток. Но если у пациента уже идет синехиальная облакада угла передней камеры, мы можем не получить хорошего эффекта. И такое встречается часто при мускулярной глукоме, при первичной закрытоугольной глукоме и ползучей глукоме. Сталкиваясь с такими пациентами и с недостижением нормальных значений треглазного давления, мы достаточно много литературы посмотрели на эту тему и нашли статью французских коллег, она была опубликована в 2020 году. Они применяли диодный лазер сразу в двух режимах. То есть мы здесь видим на схеме, в верхнем сегменте идет воздействие в режиме субцикла, это значит микроимпульс, и в нижнем сегменте выполняется термоцикл. Это уже непрерывный цикл фотокоагуляции. Здесь мы можем посмотреть непосредственно как это выполняется, то есть в верхнем сегменте идет воздействие субцикла, и затем в нижнем сегменте мы уже воздействуем непосредственно классический цикл фотокоагуляции, и после операции также выполняется субкинективальная инъекция дексаметазона. Мы данную методику в своей клинике тоже применили, и даже провели небольшой анализ. В 2023 году у нас было таких 35 пациентов, средний возраст 58-80 лет. Зрение было от проекции инцерта до 0,06, то есть достаточно низкие зрительные функции. Мы разделили пациентов на две группы части пациентов мы выполнили цикл фотокоагуляции просто в микроимпульсном режиме, и в другой группе мы выполнили комбинированную методику. Здесь мы можем посмотреть результаты, что сразу бросается в глаза. В обеих группах мы получаем снижение давления уже на следующий день после операции, но к третьему месяцу в обеих группах идет подъем давления. Это то, о чем я говорю, что при повторном повышении давления мы можем спокойно пациенту рекомендовать повторную процедуру. Но если уже более детально сравнивать две группы, то конечно на группе комбинированного воздействия более низкие показатели по давлению, также были отмечены более низкие показатели по количеству использования гипотензивных капель. Здесь идет все-таки более стабильный гипотензивный эффект. Но нюанс заключается в том, что видимо за счет того, что мы в нижнем сегменте воздействуем непрерывной волной лазера, там идет все равно нарушение гемато-офтальмического барьера, идет активный воспалительный процесс, и за счет этого мы видим показатели потока белка в передней камере значительно выше в группе комбинированного лечения. Если говорить про результаты, мы не замечали каких-то зрительных изменений, то есть зрительные функции оставались стабильными у всех пациентов. В группе комбинированного лечения были более низкие показатели интриглазного давления, более низкие показатели использования гипотензивных капель после операции, но более выраженная воспалительная реакция. В двух случаях мы даже получили достаточно тяжелый послеоперационный вид, который, к счастью, мы смогли купировать, но данная процедура все-таки она хоть и более эффективна, но более опасная. Но в группе микроимпульсной цикла фотокоагуляции осложнений не наблюдалось. То есть вообще, в принципе, если будете проводить анализ литературы, какие-то единичные случаи, когда при микроимпульсной цикле фотокоагуляции тяжелые осложнения наблюдаются. Резюмирую сегодняшнее сообщение, что мы можем сказать. Все-таки не все так идеально. Почему? Потому что на сегодняшний день все-таки нету консенсуса, нету стандартного протокола проведения процедуры, нету конечных точек лечения. То есть когда мы можем говорить, что она оказала должный эффект, также если проводить обзор литературы, зачастую нету разделения по диагнозам. То есть диагноз причина глукомы на самом деле имеет большое значение. У кого будет работать, у кого не будет работать данная процедура. Но все-таки литература на сегодняшний день она как-то не разделяет по этиологии глукомы в основном. Также до сих пор продолжаются споры о том, какой точный механизм действия и насколько меняются ткани на гистологическом уровне. Есть сторонники того, что вообще не происходит никаких изменений. Часть авторов говорит, что все-таки небольшой некроз идет. То есть даже идут споры на тему того, как правильно эту процедуру называть. То есть цикл фотокоагуляция или цикл фотопластика, потому что мы по большому счету коагуляции как таковой не получаем. То есть мы получаем изменения архитектоники циллярного тела, но никак не некроз и коагуляцию. Ну и последний, наверное, такой самый интересный и в будущем, я думаю, будет решенный вопрос. То есть мы используем зонд стандартно. Мы используем зонд стандартно. Мы ставим его в 3-4 миллиметра от лимба. То есть предположительно там находится циллярное тело. Но опять же тут очень большое влияние имеет длина глаза, возраст пациента. То есть куча нюансов, которые влияют на то, где будет циллярное тело расположено. Поэтому именно визуализация циллярного тела, как мы должны ставить зонд, во многом за этим будущее. и когда научимся правильно определять положение циллярного тела, думаю, будут более хорошие результаты по лечению. Спасибо за внимание. Сейчас мы должны провести небольшой опрос. Вот вы на экране должны уже видеть опрос. То есть суть вопроса заключается, когда предпочтительно использовать микроимпульсную цикл фотокоагуляции. так что ждем ваших ответов. Роман Александрович. Да. Спасибо большое вам за такой обстоятельный доклад. Вы нас погрузили сегодня полностью в эту тему. Пока коллеги думают какой бы вопрос вам задать. Я хотела бы пользуясь случаем тоже спросить. Выполняли ли вы данную процедуру у пациентов повторно? Если выполняли какое максимальное количество раз вы это делали? Да. Спасибо за вопрос. Мы конечно выполняли повторно данную процедуру. Как правило это 2-3 раза. Но у нас есть пациенты некоторые которым мы 4 раза выполняли данную процедуру. И в целом на 4-ый раз мы достигли компенсации давления, не получили субботерапию. Так что данную процедуру можно спокойно рекомендовать к повторному выполнению. Спасибо большое. Коллеги, если есть вопросы, есть еще буквально минутка, чтобы задать вопрос Роману Александровичу. Пока в чате вопросов нет. Я думаю опрос мы наверное можем закрыть. У нас все ответили уже. Роман Александрович хотим поблагодарить вас за такое прекрасное сообщение. Я думаю что мы уже можем завершать сегодняшнюю школу поликлинического врача. И хотелось бы еще раз коллеги вам напомнить что завтра в 13 часов состоит сообщество офтальмологов с темой ОМИАПИ. Будем всех ждать. Всего доброго. До свидания. До свидания.